Приветствую вас, я бы предложил вам постараться отталкиваться от немножечко другой концепции, не той, которую вы здесь описываете, да, и которая описывается моей коллегой, потому что, как мне кажется, сейчас, что бы вы не выбрали, да, то есть, если, например, вы увидите, какая потребность лежит в основе вашей интернет-зависимости, то все равно вам будет казаться в вашем текущем состоянии, что именно форум, именно общение лучший способ для вас как бы эту потребность удовлетворить. Вот. Ну, свое имя имеется в виду. Вот. Но, как мне кажется, вам имело бы смысл увидеть, что вам не интересна реальная жизнь. То есть, вы говорите, что то, что вам происходит в реальной жизни, мешает, а я вижу то, что вам реальная жизнь не то чтобы особо-то интересна, судя по тому, что вы говорите. И вот это, мне кажется, куда более важный момент интерес или отсутствие интереса к вашей реальной жизни. И мне кажется, что смотреть нужно на то, насколько вам интересна ваша реальная жизнь, а не на то, чтобы попытаться, например, найти источник, как бы вот такой, ну, такой потребностям. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, что вам нужно обратить внимание на это в первую очередь. И дальше уже смотреть, как вам можно с этим обратиться, как вы реализовываете свои интересы. Я думаю, они у вас есть ваши интересы. Я думаю, что вы вполне способны их выражать и раскрывать. Конечно, не факт совершенно, что вам это дается легко. Но если вы заметите то, что вам нравится, то вы получите реальный шанс что-то в своей жизни изменить. Сейчас такого шанса у вас нет, там это способ выразить и проявить свой интерес для вас один. Это интернет-зависимость. Вот, кстати, в самой интернет-зависимости ничего плохого нет, если вы к ней относитесь вот достаточно негативно. Если вы, например, ругаете себя или вините себя за то, что этим занимаетесь, вот, то вы просто-напросто повышаете шанс того, что будете продолжать в том же дух. Потому что чем больше вы себя винить, тем больше вы будете к этому стремиться. Я не могу сказать, что это секрет, потому что эмоциональное наполнение данного действия для вас будет достаточно мощным. Поэтому я говорю о том, что вам крайне желательно не увлекаться вот именно самобичеванием. Поэтому я говорю, что вам нужно признать, что возможно, возможно, чего-то вы все-таки не хотите. Вот, в вашей жизни я имею ввиду. И, соответственно, уже на это в большей степени стараться обратить свое внимание. Вот, и уже исходя из этого что-то делать, исходя из этого уже стараться что-то предпринимать. Вот. Но не наоборот. Это, мне кажется, один из ключевых моментов в аспекте, который вы описываете. У аспекта, который вы описываете, есть и другой важный момент. Касается он, в частности, того, что окружающий мир может казаться вам неприятным, может казаться вам украшающим, может казаться вам некомфортным, может казаться вам каким-то нежелательным, вот, способным вывести вас из равновесия, способным как-то вас деморализовать, например, дискредитировать. К сожалению, сплошь и рядом такое происходит. Поэтому, это может быть достаточно сложно признать, это может быть достаточно сложно принять, но необходимо, если вы хотите реальных изменений в своей жизни, это сделать необходимо просто. Поэтому здесь всё довольно односношко. Вот. Ну а чтобы, чтобы было не так, в общем-то, страшно вам, что было не так, может быть, болезненно для вас подобное, имеет смысл поработать со специалистами, вот, получить некоторую поддержку в том, что вам хочется, в том, что вам важно, в том, что вам ценно, вот. И дальше уже смотреть, куда вам хочется двигаться. Конечно, то, что вам хочется в этом общении для себя получать, нужно фиксировать. Это безусловно. То есть, внимательность к тому, что вы получаете от общения, такого, такого рода общения на форуме, нужна, без этого вы не увидите, к чему стремиться. Без этого вы можете испытывать некоторый такой экзистенциальный голод. Но в корне эту проблему не решить. Как вот одна из, например, как одна из, или как одно из направлений, направлений. Да. Это может сработать. Как одна из направлений. Но как направление отдельное? Вряд ли. Потому что, повторюсь, есть разные нюансы. Есть множество, к сожалению или к счастью, других факторов, на которые вам нужно обратить свое внимание. Вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваши вопросы. То, что вы предлагаете, а предлагаете вы, по сути дела, просто уйти, ну, из формы, да? То, что вы предлагаете, на мой взгляд, не даст вам желаемого результата. Потому что, ну, довольно высока вероятность того, что вы переключите просто свое внимание на что-то другое. Вот, и одну зависимость смените на другую. Будет ли эта зависимость менее разрушительная, чем ваша сейчас? Не знаю. Хотели бы вы попробовать? Тоже не знаю. Вопрос этот нужно задать вам. Мне кажется, что это риск. И риск достаточно неоправданный. Вот. Но, тем не менее, решать это вам, потому что это ваша жизнь. Как мне, как мне кажется, вот, совершенно, ну, совершенно точно. Вот. Я с твоей стороны могу только указать, вот, внимание, указать на те вещи, которые, мне кажется, важны. Важны. Вот. А уже, как дальше вам действовать, я надеюсь, вы увидите сами. Идеальным вариантом было бы, конечно, обратиться к психологу за помощью. Вот. Идеально было бы поработать с вашими трудностями. Но тут уже все зависит от вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью. Буду благодарен за обратную связь. Это поможет вам начать работу над собой.